Всем привет! В этом видео мы создадим регулируемые по степени освещенности фотореле для уличного освещения. Вот такого обычного фотореле оно будет отличаться тем, что мы сами сможем с помощью потенциометра настроить степень освещенности, при котором сработает наше фотореле и включит освещение. А в качестве мозга фотореле выступит микроконтроллер ATINI 13. Для работы нам понадобится двухсторонняя монтажная плата 3 на 7 сантиметра. У меня есть ее обрезок. Здесь получается длина около пяти сантиметров. Нам этого вполне хватит. Модуль питания на 5 вольт можно купить у китайцев либо выковырять из какой-то ненужной зарядки мобильного телефона. Твердотельное реле на 2 ампера. Можно использовать и обычное электромеханическое реле. Но я далее расскажу почему выбор сделал именно в пользу твердотельного реле. Наш старый знакомый потенциометр. Подробно о нем я рассказывал в одном из своих первых видео на канале. Ссылка на это видео появится в подсказках. Собственно сам фоторезистор. Что такое фоторезистор и как его подключить к ATINI 13 я тоже рассказывал в одном из прошлых видео. Резистор на 10 кОм который у нас будет работать в связке с фоторезистором. И собственно сам микроконтроллер ролик которого будет выступать ATINI 13. Что это за зверь и как его приручить смотрите по ссылке в подсказках. ATINI 13 у нас будет размещен на платье в гнезде для удобства монтажа и демонтажа. Вначале разберемся с модулем питания. Собственно у него два входа для подключения сети 220 вольт и три выхода для снятия напряжения в 5 вольт. На самом деле выхода конечно два. Два крайних выхода 5 вольт плюс и минус. Для чего служит средние отверстия на этой плате не знаю. Если знаете напишите в комментариях. На оборотной стороне у него торчит очень много необстриженных ножек. Нам это будет на руку. Так как их мы пропустим через отверстие монтажной платы и припаяем с обратной стороны. Тем самым прочно зафиксируем преобразователь на монтажной плате. Но даже если ножки не такие длинные не страшно. Так как мы все равно припаяем ножки к входу и к выходу и пропустим их в отверстие платы. С этого собственно и начнем. Возьмем вот такие перемычки, которые являются откушенными ножками от разных резисторов, конденсаторов и т.д. И припаяем их к выходу 220 вольт и к 5 вольтовому выходу. Разместим модуль питания на плате и припаяем теперь эти ножки к плате. Справа от модуля питания разместим реле. Ножки 1 и 2 где у нас будет размыкаться фаза 220 вольт должны быть сверху. Выбор в пользу утвердотельного реле сделан из-за его большей компактности по сравнению с электромеханическим реле и по идее большим сроком службы. Так как тут у нас нет никаких механически изнашивающихся частей. А так как мощные электроприборы включать с помощью данного реле не планируются, то ограничение в 2 ампера потоку нам за глаза хватит. Припаиваем ножки реле с обратной стороны платы. Теперь отступаем два ряда отверстий на макетной плате и под модулем питания устанавливаем гнездо от Тени. Выемка гнезда там где у нас будет в дальнейшем первый и восьмой пин от Тени 13. У нас она должна смотреть вниз. Припаиваем гнездо. Справа там где у нас будет четвертый пин от Тени устанавливаем резистор на 10 кОм и правее от него фоторезистор. Припаиваем резистор и фоторезистор. Фоторезистор у нас будет передавать текущее значение освещенности в третий пин от Тени. От Тени будет сравнивать это значение с установленным с помощью потенциометра значением порога освещенности на включение. Если значение больше, то подавать напряжение 5 вольт на наше твердотельное реле, тем самым включая освещение. А если меньше, то выключать освещение. Под резистором устанавливаем потенциометр. Его ножка номер один должна быть обращена к гнезду от Тени, а ножка номер два смотреть вверх. Припаиваем потенциометр. Сразу скажу, что чем меньше будет значение установленное потенциометром, тем большая темнота будет нужна для срабатывания нашего самодельного фотореле. То есть в крайнем левом положении регулятора потенциометра. Фотореле сработает только при абсолютном мраке, а в крайне правом не будет выключаться даже при ярком солнце. Все компоненты у нас размещены и припаяны к плате. Теперь начнем соединять детали проводами с обратной стороны. Вначале откусываем слишком длинные ножки, чтобы они нам не мешались. Они нам пригодятся в дальнейшем как перемычки. Теперь соединяем минусовой выход нашего модуля питания с четвертой ножкой гнезда, а плюсовой с восьмой ножкой гнезда. Соединяем резистор с четвертой ножкой от Тени, а сам резистор припоем соединяем с фоторезистором. С четвертой ножкой от Тени также соединяем первую ножку потенциометра. А третью ножку потенциометра соединяем с восьмым пином от Тени, то есть с плюсом 5 вольт. Теперь ту же ножку фоторезистора, что соединена с резистором 10 кОм, соединяем с третьим пином от Тени. Вторую свободную ножку фоторезистора соединяем с третьей ножкой потенциометра, а третью ножку потенциометра в свою очередь соединяем с восьмым пином от Тени, то есть с 5 вольтами. Соединяем вторую ножку потенциометра со вторым пином атетини. А пятую ножку атетини соединяем с третьей ножкой реле, которая у нас обозначена плюсом. Четвертая ножка реле, которая обозначена минусом, соединяется с минусом модуля питания. Далее нам нужно припаять провода высоковольтной части нашей схемы. Если смотреть на блок питания сверху, то к левому выходу 220 вольт. Припаиваем синий провод. Это у нас будет провод для подключения нуля. К соседнему входу припаиваем серый провод. Это у нас будет фаза. Снизу от него делаем небольшую перемычку ко второй ножке твердотильного реле. А к первой ножке припаиваем желтый провод. Это у нас будет фаза, которая пойдет к лампе. Ноль у нашего фотореле и лампы будет общей. Собственно, именно по такой схеме построена и классическое фотореле. Все, с платой закончили. Теперь переходим в Arduino IDE. Пишем небольшой скетч, в котором мы будем считывать значение из одного аналогового порта, к которому у нас подключен фоторезистор. Сравнивать его со значением другого аналогового порта, к которому подключен потенциометр. И в случае, если первое значение меньше второго, отправлять цифровой сигнал из пятого пина от Этини, который будет управлять реле. Задержку установим в 5 секунд, то вполне достаточно, чтобы постоянно не дергать все наши датчики и не опрашивать. Можно установить задержку и больше. Подключаем Arduino Uno и переводим его в режим программатора. Далее устанавливаем наш самодельный модуль программирования. Ссылка на видео, в котором мы его создавали, появится вверху. Выбираем от Этини 13 и вначале загружаем загрузчик, а потом и сам скетч. Вынимаем от Этини из программатора и устанавливаем в гнездо нашей платы. Первой и восьмой ножкой вниз. Теперь, раз мы позиционируем это фотореле для уличного освещения, то нам нужно придумать какой-то герметичный корпус. В качестве варианта можно взять пластиковую баночку от каких-либо таблеток, проделать отверстие для проводов, загерметизировать его термоклеевым пистолетом и готово. Я хочу напечатать корпус на 3d принтере. В компасе нарисуем две части нашего будущего корпуса. Это сам корпус и крышка к нему. Распечатываю на 3d принтере. Вот такие у получились две половинки нашего самодельного фотореле. Цветовой дизайн я позаимствовал у обычного, очень распространенного нерегулируемого фотореле. Внутри корпуса сделаны специальные полозья для удобства размещения платы. И выемки для вывода проводов наружу. Закрываем крышкой. Далее берем уголок и прикручиваем его к нашему устройству. Тем самым плотно соединяя корпус и крышку. Вторую часть уголка можно крепить к месту размещения фотореле. Для проверки работы устройства соединим его с сетью и лампой накаливания в 100 ватт. Втыкаем вилку в розетку. Желтым скотчем я обозначил фазу. Реле считает, что достаточно светло и не включает лампу. Берем черный пакетик и помещаем реле в него. Лампа загорается и остается во включенном состоянии пока фотореле пребывает в темноте. Вынимаем реле из пакетика и свет отключается. Порог включения и отключения фотореле мы можем устанавливать с помощью потенциометра. Вот такое полезное устройство под управлением ATTENI 13 мы создали своими руками. Кстати, если у вас нет под рукой ATTENI 13, все то же самое можно реализовать и на ATTENI 25, 45, 85. Схему фотореле, скетч и модели для печати вы сможете скачать в описании под видео. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!